Новости 24 в эфире телеканала ННТ. С вами я, Хадижа Курбанова. Здравствуйте. Коротко о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. Чтобы спасти жизнь единственному в районе ветерану. 98-летнего дедушку с признаками COVID-19 из Ахвахского района транспортировали в столицу. Дагестанские чиновники в числе первых привились от гриппа. О вакцине, которую в этом году стоит получить обязательно, как рекомендует Роспотребнадзор, расскажем через несколько минут. 97 лет со дня рождения народного поэта Дагестана. К могиле и памятнику Расула Гамзатова в Махачкале возложили цветы «Давстар» международному фестивалю «Дни белых журавлей». Из Москвы в Махачкалу за 20 дней велосипедист проехал сотни километров, чтобы оказаться в Дагестане. Своими впечатлениями о путешествии он поделился с нашим телеканалом. Единственного ветерана войны в Ахвахском районе транспортировали в республиканскую клиническую больницу. Дедушке 98 лет. Он попал в районную больницу с признаками COVID-19. Врачи диагностировали у него двустороннюю вирусную пневмонию. Степень поражения легких составила около 60%. Учитывая возраст пациента, было решено транспортировать его на лечение в Махачкалу. Полет фронтовек перенес благополучно. Дедушка считает, что заразить его мог кто-то из гостей. Его часто навещают дети, внуки и соседи. Сам фронтовек во время пандемии старался редко выходить из дома. Прививки от гриппа и пневмококовой инфекции сделали министр здравоохранения республики и руководитель Роспотребнадзора по Дагестану. В этом году в Дагестане предстоит привить от гриппа 60% населения. Это делается для того, чтобы избежать чрезмерной загруженности лечебных организаций в осенний-зимний период, который потенциально может осложниться вспышками коронавирусной инфекции. В республику уже поступило более 200 тысяч доз препаратов для привития. В ближайшие дни в регион прибудет свыше 300 тысяч доз вакцины от гриппа для детей. Препараты распределены по районам Дагестана. Врачи отмечают, что прививаясь, зараженный вирусными инфекциями, гражданин легче переносит болезнь. Сегодня с Джамалдином Алиевичем мы вакцинировались. Мы, наверное, сегодня первые пациенты. Вакцина SovinGrip – это очень хорошая российская вакцина, которая в течение 10 дней формирует иммунитет против гриппа. Насколько важно? Это недооценить важность данного мероприятия нельзя. Почему? Потому что весной мы столкнулись с моноинфекцией, с коронавирусной. На сегодняшний момент осенний сезон характеризуется тем, что начинает циркулировать респираторные вирусы, начинает циркулировать вирус гриппа. Если у человека будет микс инфекция, то есть будет и коронавирус, и грипп, течение данной инфекции будет значительно тяжелее. Первыми в вакцинации участие примут сотрудники правительства Республики Дагестан и администрации городов и районов Республики. В силу специфики работы они много контактируют с людьми и находятся в зоне риска, могут и заболеть, и явиться источником распространения инфекции. 8 сентября исполнилось 97 лет со дня рождения Расула Гамзатова, прославленного дагестанца, известного советского и российского поэта, прозаика, переводчика, публициста и политического деятеля. К могиле и памятнику народного поэта Дагестана в Махачкале возложили цветы представители органов государственной власти, депутаты, общественные деятели и известные поэты. В эти дни в честь поэта проходит международный гамзатовский литературный фестиваль «Дни белых журавлей» под эгидой ЮНЕСКО, который собрал делегацию писателей из разных уголков России. В рамках форума состоятся литературные чтения, круглые столы и поэтические вечера, которые пройдут в районах и городах республики. На торжественном митинге в парке Ленинского комсомола выступили друзья и коллеги Расула Гамзатова, которые приехали почтить его память. Они читали стихи, рассказывали о значимости литературного творчества и о том, каким уникальным человеком был дагестанский поэт, основавший уникальный поэтический фестиваль, аналогов которому нет в мире. Моё уважение к нему было безмерным. Вы знаете, много раз я бывал в одних компаниях, в поездках. Вы знаете, когда я начинал говорить, всё стихало, потому что в нём была какая-то вот такая магическая сила авторитета. Он никогда не старался, он всегда как шутил, он был очень прост, доступен в общениях, совершенно перерасплатен, себя перелез в карман и так далее. В это ощущение он был человек, с одной стороны, компанейский, но с другой стороны, все понимали, вот это величина, вот это ощущение величины философской, поэтической, гражданской оно было. И вы знаете, что счастлив народ Дагестана, который хранит эти святыни. В Дагестане планируют построить тепличный комплекс за 30 миллиардов рублей. Строительство объекта площадью 200 гектаров запланировано на территории Дербенского района. Об этом сообщается на странице администрации муниципалитета в Инстаграм. Накануне вопросы строительства тепличного комплекса в Рио главы Дербенского района обсудил с представителями Министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана и инвестора агропромышленного холдинга «Экокультура». Президент компании сообщил, что в ходе реализации проекта будет создано порядка 4 тысяч рабочих мест. В данный момент ведется работа по поиску конкретных земельных участков. Семь медалей разной пробы накануне привезли дагестанские кикбоксеры из Ульяновска. Там в минувшие выходные проходил чемпионат России. Лучше всех на главном турнире года себя проявили золотые медалисты Тимирлкан Бекмурзаев в разделе К1 и Ибрагим Абдулмиджидов, который выступал в разделе фолл-контакт с лоу-киком. В шаге от первого места остановился тяжеловес Ильяс Кадырогаев. Кроме того, в активе наших спортсменов еще четыре бронзовые медали. Кикбоксеров в аэропорту Махачкалы встречали их близкие друзья, родственники, представители федерации и Минспорта Республики. Ребята, вы действительно по-настоящему герои сегодня. Герои спорта, герои, которые людям, молодым нашим всем показывают, что надо трудиться, что надо проявить усердие той работы, которой вы себя сегодня проявили. Дагестан самый гостеприимный край в России, так считают герои нашего следующего сюжета. Мастер отделочных работ из Москвы знакомится с народами, проживающими на необъятной территории России, самой большой страны в мире. Парень путешествует по дорогам родины на велосипеде. До страны гор доехал за 20 дней. О своих впечатлениях от увиденного он рассказал моему коллеге Курбану Рагимову. Москва, Рязань, Саратов, Волгоград, Махачкала. 2000 километров, расстояние немаленькое, на каком бы виде транспорта его не преодолевали. Пока границы закрыты, Иван Ярочкин решил объездить в страну на велосипеде. Путешественник говорит, выбрал самый бюджетный вариант. Потому что на велосипеде ты чувствуешь, как говорится, через кровь и пот именно Россию. На машине ты очень быстро пролетаешь, самолет поезд еще быстрее, а автостоп мне не нравится. А пешком это просто долго. А велосипед это идеальный вариант. Получается, деньги он не тратится на него, и получается более-менее бюджетный вариант. В Дагестане Иван постарался испытать все особенности быта и привычной жизни местного народа. Основное время путешествия по региону, а длилось оно около недели, провел в южной части республики. Помимо прогулок по древнему Дербенту, совершил восхождение на Шалбуздак и опробовал целебные источники в селе Ахты. Больше всего, признается велосипедист, кроме красоты природы, его впечатлил радушный прием дагестанцев. Была такая история очень интересная. Я стоял, кушал мороженое, приезжает водитель газели, у него там были дыни. Дает мне одну дыню, вторую дыню, третью. Я говорю, ну вот куда мне их везти просто? Дай мне одну, мне хватит. Он говорит, нет, ты сейчас одну здесь ешь, а двое с собой забираешь. Но что касается именно человеческого отношения, это лучшие люди, которые я встречал, а я, можно сказать, объездил почти всю Россию. Вот, здесь именно такое душевное гостеприимство, которое не на показ. То есть даже если у тебя случилась какая-то беда, ты можешь подойти почти абсолютно к любому человеку, и он тебе поможет. Вот, к сожалению, не во всей России так. Любовь к двухколесному коню появилась у Ивана только в прошлом году, но тем не менее он уже успел добраться на нем до Байкала и до самой северной точки России. Всего проехал уже порядка 13 тысяч километров. Катание на велосипеде – это хобби мужчины. Сам он мастер внутренних отделочных работ, хотя имеет высшее экономическое образование. Получается, я где-то 7-8 месяцев я работаю, это на стройке, у меня такие проектные. То есть объект сдал, и на все лето я уезжаю путешествовать. Деньги заканчиваются, я возвращаюсь и опять работаю. У меня высшее экономическое образование, я пару лет проработал в офисе, в отделе закупок и товародвижения. Потом уволился и начал себя искать, потому что хотелось работать руками. Прогулка по Махачкале – последний пункт дагестанского путешествия велогонщика-любителя. Домой Иван отправится на поезде, у вас за собой незабываемые впечатления от посещения региона, так разительные, отличающиеся от сложившихся негативных стереотипов. Стоял, значит, кушал мороженое, это где просто дали килограмм яблок, точнее груш, бананов и хлеба. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. В Дагестане прошел первый конный поход. В течение нескольких дней любители этого вида спорта принимали участие в маршруте, который стартовал из села Аркас Буйнакского района. Далее они преодолели на лошадях более 80 километров с остановкой на ночлег в селе Гиргебель. Финишировали участники на территории мемориального комплекса «Ватан» в Гунипском районе. Сегодняшний день нам показывает только участников и гостей мероприятие, что в Дагестане возрождается интерес конным видом спорта. Кроме того, конные туры вызывают популярность и среди туристов. Мы это направление будем дальше развивать как перспективное направление. Всего в конном походе участвовало более 70 всадников из многих районов и городов региона. Организатором мероприятия выступил Туристический информационный центр «Дагестан» при поддержке Министерства туризма Республики. Основная цель сегодняшнего мероприятия – это развитие конно-спортивного туризма Республики. Это показания примера подрастающему поколению. Это возрождение национальной одежды, стиля одежды. Пропаганда патриотизма среди подрастающего поколения. Мы планируем ежегодно проводить такие турниры. Это как минимум, может быть, даже и год-два раза. Желающих очень много. И в течение недели собралось где-то около 100 человек. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин